Друзья, всем привет! Всем большой привет! Мы сегодня выехали в центр города погулять, у нас прекрасная погода. Посмотрите, какой красивый мост у нас на фоне. Это Peace Bridge в центре Калгари. В общем, в сегодняшнем видео мы хотим таки ответить на вопрос по-настоящему, почему мы продаем дом, потому что в прошлом видео... Обещаешь? Обещаешь? В прошлом видео многие ждали, не дождались, но мы в этом видео обязательно отвечаем. И по названию видео вы, наверное, уже поняли настоящую причину, но сегодня мы в деталях расскажем, почему, что и как. Поэтому смотрите это видео. Я хочу сказать спасибо вам большое за активность, за ваше предположение. Все-таки какая же причина, потому что вы были действительно очень активны. И нам хочется сегодня рассказать, право вы были или нет, и рассказать истинную причину. Да, поэтому давайте вместе смотреть это видео. В общем, ребят, как Олеся сказала, огромное спасибо вам за активность, за большое количество комментариев, ваших версий. Мы откровенно повеселились и посмеялись, потому что некоторые из них были, ну, прям вот очень остроумные, оригинальные. Что у нас там было интересного, Олеся? Мне очень понравилось, что кто-то решил, что мы взвесили все за и против, и решили вернуться в Украину. Кто-то даже написал, что в Украине, конечно, сейчас экономический бум. Это было с сарказмом, но все же, да, и вы решили вернуться в Днепр, к себе домой. Наверное, мы уже Днепр не считаем своим домом, а считаем домом этой Канады. Но все равно было интересно посмотреть на эти комментарии. Да, реально, реально посмеялись, классно. Но, конечно, две самые популярные версии большинства. Подожди, а то, что я беременная. Да, 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 было то, что Олеся уже беременна, и это даже видно. Даже уже 100 месяцев, даже хоть и 9. Я пока сам пока не замечаю, ребят. Вот, но, конечно, две самые популярные версии, действительно, что мы ожидаем еще одного ребенка, поэтому нам якобы стало тесно в этом доме, мы хотим переезжать, вот, но хотим... Ну, в принципе, это логично, потому что, вот, как вы правильно написали эту всю логическую цепочку, что я беременна, мы ждем родителей, нужно дом побольше, да, то есть логика, правильно. Да, молодцы. И это действительно очень верно, потому что, если бы я была беременна, мы бы обязательно пригласили родителей, нам действительно нужна была бы еще как минимум одна спальня, поэтому нужно выбирать другой дом. Да, но хотим, может быть, кого-то расстроить, это не наш кейс, мы не ожидаем ребенка, и пока не хотим, и не стараемся, вот, поэтому у нас в этом плане все спокойно. Вот, вторая популярная версия, самая, наверное, была, это все-таки наш переезд в Британскую Колумбию, и, ребята, тут хотим сказать вам спасибо за то, что вы активно смотрите наши видео, и именно поэтому у вас сложилась такая версия, потому что мы записывали классные видео из Британской Колумбии, из путешествия, и многие так и поняли, что мы хотим туда переезжать. И очень многие даже сказали, что именно в Ванкувер. Подожди, ну, давай еще скажем, что третья по популярности версии, это было, что вы переезжаете в США, получили джоб-офер, и, наконец-то, исполнилась Олесина мечта. Здесь я уже даже призадумалась, потому что я даже не помню, чтобы я где-то освещала, что мне бы хотелось переехать в США. Я в США была много раз и много где, но чтобы жить туда и переезжать, наверное, вы бы уже искали как-то пути, как бы туда переехать, но мы туда не стремимся. Потом началась дискуссия, что нет, в США они не переехают, потому что они еще не получили гражданство. Вы тоже молодцы, знаете, что мы еще не получили, ожидаем гражданства. Вот, но тут сразу вам скажем, что это на самом деле не причина. Если бы мы захотели поехать в США, у нас был бы джоб-офер, мы бы туда поехали, несмотря на то, что мы еще не получили гражданство, потому что на гражданство мы уже подались, мы бы его все равно получили. Вот, но нам просто не надо ехать в США. Сейчас мы пропустим велосипедиста, он проехал дальше. Вот, нам просто пока туда не надо ехать, пойдем сюда. Вот, но вернемся к нашей версии про переезд в Ванкувер. Кто-то писал, что вот якобы мы съездили там с друзьями, они нас уговорили. Нет, ребят, такого не было. Мы, если бы и решали, то точно не по этой причине. Вот, но... Не томи, не томи. Да, некоторые, некоторые, буквально несколько человек, наверное, все-таки назвали правильную версию. И правильная версия, это мы переезжаем жить... В Британскую Колумбию. Ну, а не в Ванкувер, а на Ванкувер Айленд, на остров Ванкувер. А если уж совсем быть точным, то в город Нанаймо. Вот, а мы, конечно, и поговорим сейчас о причинах, да, почему именно вот Нанаймо. Для многих, наверное, это будет немножко шоком. Те, кто знают, что это за город, те, кто не знают, расскажем. Вот, но... Скоро узнают. Да, скоро узнают. Вот, но вот такое мы решение приняли достаточно недавно, потому что у нас все было скоротечно. И о процессе мы тоже немножко позже расскажем. Но вот, вот это причина продажи нашего дома в Калгари. Друзья, мы переместились домой, потому что у нас все-таки не май месяц, а декабрь на дворе. Несмотря на то, что держится классная погода для этого времени года, но все равно уже начало темнеть, холодно. Мы решили переместиться домой. И теперь говорим о том, почему мы выбрали именно Нанаймо для переезда, да. Почему именно этот город, а не Ванкувер, не Викторию, о которых многие из вас подумали, именно причины наши, как мы выбирали этот город. Ну, прежде всего, не очень многие люди знают о таком городе. И даже те, которые знают, привыкли считать, что это город пенсионеров. И город тех, кто, ну, как бы на пенсию уезжают там, и там, в принципе, делать больше нечего. Но когда мы посетили этот город в августе, мы тоже до этого никогда там не были, и как обычно, как и все, ездили только Ванкувер и Виктория, эти два самых основных города. Но здесь наше мнение поменялось, то есть мы увидели перспективу и будущее для себя, потому что сейчас этот город привлекает очень много молодежи, очень много семей с маленькими детьми. Там очень хорошая, классная инфраструктура, и самое главное, что мы увидели для себя, что очень активный рынок недвижимости, и цены еще более-менее приемлемые. Ну, они, конечно же, выше, чем в Калгари, но они еще ниже, чем в Ванкувере или Виктории, поэтому мы бы, конечно, может быть, и с удовольствием в Ванкувере бы жили, может быть, я не знаю. Но, конечно, стоимость недвижимости там очень высокая, и мы себе это позволить точно пока не можем на том уровне, на котором мы хотим. Но Нанайма оказался очень хорошим городом в этом плане, и мы себе смогли позволить какую-то недвижимость, мы ее долго рассматривали, но буквально решение мы приняли тоже совсем недавно. Мы вообще не думали, что мы туда будем переезжать, но так складывались обстоятельства определенные, и мы решили, что мы все-таки туда будем переезжать. Еще, когда мы там были, мы почувствовали, что это вот местность такая, в которой нам будет очень комфортно жить, потому что там нет холодной зимы, там очень мягкий климат. Это один из самых мягких, так скажем, и комфортных климатов вообще во всей Канаде. Там есть, конечно, недостаток, это ноябрь и декабрь, когда дождливые месяца, идут много дождей, но это вот буквально говорят, что это всего два месяца. Ну, я, конечно, честно говоря, сомневаюсь, что это будет два месяца, потому что это тоже, как у нас в Калгаре, шесть месяцев это снег, холод, мороз, то также и в Британской Колумбии шесть месяцев это дожди. Мы надеемся, что все-таки это меньше, и в принципе, когда смотрели климат везде, то Найма находится в такой вот долине, где, ну, менее, наименьшее количество осадков и большее количество солнечных дней. И не такой сильный ветер, как в Виктории, поэтому надеемся, что там будет нам комфортно. Опять же, то, что мы сейчас рассказываем, это наши больше ожидания, которые мы узнали, услышали, с кем-то пообщались, где-то что-то почитали, посмотрели, и мы думаем, что вот у нас вот так будет. Как оно будет, мы не знаем, мы посмотрим, нам тоже это очень интересно, потому что для нас это, знаете, это такой большой шаг, потому что для нас, по сути, это первый переезд в Канаде. Мы, кроме Калгари, еще нигде не жили, вот, и для нас это определенный челлендж, несмотря на то, что мы очень много знаем, как себя правильно вести в разных ситуациях. Также нам Найма понравился из-за природы, просто великолепнейшая природа, там есть все, и океан, и горы, и леса, и поля, в общем, разнообразие полное. Ну, я бы добавила, что это, в принципе, соответствует нам, как лайфстайл, да, что мы любим, мы любим ходить на озера, имеется в виду гулять вдоль океана, какие-то водные виды спорта. Ну, в принципе, нам не так близок мегаполис, как многие думали, что мы переедем в Торонто или Ванкувер. Я думаю, что все-таки в Ванкувер, как бы вот в даунтаун Ванкувера, да, мы бы точно не переехали, потому что все-таки шум, гам, пробки, это уже, ну, не по нам. Нам бы хотелось что-то ближе к деревне, что-то ближе к воде. Мы хотели потише, и действительно, мы как бы выбирали место, где находиться в Нанайме, мы выбрали хороший район, недалеко от океана, и к нам, ну, к океану пройти буквально пешком. Ну, вообще, ребят, знаете, вот сейчас нас послушаете, скажете, какие-то они вообще сумасшедшие, непонятно, какие-то у них приоритеты непонятные, да, но мы, мы действительно немножко сумасшедшие в нашем понимании, потому что мы едем туда, куда мы хотим, да, что нас привлекает, мы ни в коем случае не уезжаем из Калгари из-за каких-то проблем или от чего-то, то есть, если так кратко говорить, да, мы не едем от чего-то, мы едем к чему-то, то есть, мы хотим пожить вот немножко в другой атмосфере, в той, в которой мы давно, может быть, когда-то хотели, но себе сами не могли в этом признаться, и даже, даже не знали, что такое, в принципе, есть в Канаде, но вот мы это увидели и захотелось очень сильно, вот, опять же, были какие-то догадки, что у нас там есть джобофер, допустим, там в Ванкувере есть джобофер еще где-то, нет, у нас нету, мы переезжаем вот сейчас в таком состоянии, у нас с работами все нормально, поэтому за это дело не переживайте. Я просто хочу добавить, что когда мы, вы писали там догадки, что вот вы побывали в Ванкувере на найме, и вам захотелось, ну, прежде всего, мы были в Ванкувере уже до этого, были в Виктории до этого, но когда мы вернулись в этот раз, мы с Глебом буквально там спустя месяц обсуждали нашу поездку, обсуждали наши впечатления, и как-то вот, я не помню даже у кого из нас заискрилась такая мечта о том, что, а давай переедем, и второй человек просто буквально там я поддержала, или там Глеб меня поддержал, то есть у нас было, ну, просто единогласное решение, и мы, ну, как бы сначала вроде мечта там, а когда, а может быть после Нового года, а может быть весной, а давай подумаем, и потом тут мы уже окончательно в октябре приняли решение, что мы переезжаем. Да, опять же, Калгари прекрасный город, ничего против абсолютно не имеем, и этот город стал нашим домом в Канаде, мы больше, кроме как в Калгари, нигде не жили, мы любим этот город, нам все нравится, и если вы, у вас какие-то сомнения появились в связи с нашим решением, то нет, не думайте об этом, это чисто наше размышление, да, это чисто наша ситуация, опять же, все нужно основывать на работе, какие возможности по работе, и только потом решать, куда переезжать. Ребята, у нас тут возникла серьезная такая, не проблема, но серьезное размышление, да, уже тут несколько дней, что будем делать с каналом? То он был интересным Калгари, но сейчас у меня наши знакомые, с которыми мы встречаемся, они спрашивают, а что с каналом, как ты теперь его назовешь, что теперь будет интересное на найма, интересное что-то? Для меня это для самого честного вопроса, у меня нет ответа, еще нет никаких вариантов, я об этом даже не думал, поэтому давайте сделаем такой небольшой конкурс. Предлагайте ваши варианты названия нового канала, мы его переименуем, сделаем, возможно, какой-то ребрендинг. Как бы вы его назвали в связи с этими обстоятельствами? Я думаю, что уже нет смысла привязываться сильно к городу, как к локации, да, нужно что-то делать интересное, более универсальное. Вдруг опять переедет. Более универсальное, поэтому предлагайте свои варианты в комментариях, пишите какое-то интересное название для нашего канала, вы хорошо его знаете, что вот вам придет в голову, какая ассоциация, да. Мы посмотрим, самый интересный вариант, конечно же, мы выберем субъективно, чисто на наше мнение, если он нам понравится, мы еще и подарим какой-то классный приз. Я думаю, мы не только подарим, мы действительно выберем хороший вариант и подарим обязательно футболку с логотипом Канады. Если нам понравится более чем один вариант, мы подарим тоже что-то, может быть, какую-то табличку, может быть, какой-то сувенир из Канады, поэтому не переживайте, я думаю, что мы до трех вариантов можем выбрать. Да, поэтому пишите ваши варианты нового названия канала и будем выбирать, будем смотреть, что у нас получится. В общем, ребят, большое спасибо, у нас тема переезда, конечно же, вся еще впереди, сам предстоит переезд, потом обоснование на новом месте. Честно, для нас, для самих это такая огромная неизвестность, в определенной степени, конечно, и мы не знаем, как это все будет, но мы надеемся, что все будет очень интересно, мы этого ждем, поэтому будем с вами делиться этой всей эпопеей, нашим переездом, нашим обоснованием. В общем, следите, оставайтесь с нами. Я просто хочу добавить, что мы такие люди, как Глеб сказал, странные и, может быть, еще ку-ку. Да, то есть у нас, в Калгари, у нас было все хорошо, мы были очень комфортно, комфортно, мы очень комфортно себя ощущали, у нас были и есть хорошие работы, дом вы видели прекрасный, ребенок ходил в садик, школу мы уже давно выбрали с рождения, там были тоже такие варианты, но мы люди необычные, мы любим создавать турбулентность самостоятельно, да, раз мы уже так расслабили булки, все у нас классно, почему бы что-то не сделать? И вот мы сами создали себе новый челлендж и сейчас его исполняем. Да, да, поэтому посмотрим, как челлендж будет исполняться, вот, следите за нами, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, в следующих видео будет еще много интересной информации, конечно, это несколько новая для нас веха в нашей истории жизни в Канаде, все это будет отображено на этом канале, в наших видео, поэтому следите, оставайтесь, ну и до скорых встреч, пишите ваши варианты названия видео, увидимся в следующем видео, пока-пока!